Мы живем в великой стране, где рядом соседствуют люди десятков национальностей, практически всех мировых религий. Отличительной чертой нашего времени является то, что целевизованный человек с пониманием и терпимостью относится ко всем окружающим его людям. Но в этот мирный порядок в последнее время все больше проникают такие слова, как терроризм и экстремизм. Об особенностях этих проявлений мы поговорили с заместителем начальника уголовного розыска Славянского района Самвелом Сукасяном. Самое страшное в наше время, в нашей стране, это религиозный экстремизм. Это когда идет яркое проявление термилости одной группы религиозных людей к другой. На сегодняшний день исламский экстремизм обострил существование нации вообще в мире и на земле. Сам по себе исландский район у нас, православный район, лиц, которые исполняют ислам, их там минимальное количество, фактов каких-либо указывать, что у нас кто-то поехал воевать в Сирию за эти незаконные террористические организации, нерасполагаемые. И тем не менее, мы отрабатываем всех этих лиц. Это приходит с Северного Кавказа. У нас есть несколько семей, жены, которые приняли ислам, так называемые неофиты. Мы с ними тоже общаемся, поддерживаем связь. Социальную базу терроризма составляет молодежь. В силу возраста и отсутствия опыта подростки от 15 лет легко попадаются на крючок таинственности и безнаказанности, который предлагают экстремистские пропагандисты. И пробывание мозгов приводит тому, что молодой человек одевает на себя пояс в шоке, да и идет, подрывается. Я не помню в истории ни одного террориста зрелого возраста, более 40 или 50 лет. Все молодые, все погибали молодые, а все росли в нормальных семьях, казалось бы. Любое такое тонкое упущение приводит к необратимому. Если вы, родители, что-то либо заметили у своих детей, не подавайте виду, постарайтесь незаметно посмотреть их телефон, их общение в социальных сетях. Постарайтесь под другими какими-то логинами и никами войти в эту социальную сеть и посмотреть, чем там занимаются эти ребята, что обсуждают. Если вы увидите «Убей неверного», «Ислам — это лучшая религия на свете, и все остальные — это неверные, их надо уничтожить» и так далее, там много может проявлений. Не бойтесь, придите к нам, расскажите об этом. Мы вместе примем правильное решение.